Друзья, это небольшой промежуточный выпуск, сделанный на базе воспоминаний гвардии полковника запаса и бывшего начальника разведки 86 гвардейского минометного полка о событиях на конечном этапе войны. Напоминаю, что в середине недели выходят небольшие выпуски, которые я делаю по мере сил, но по субботам выходят стандартные. Источником же данного выпуска послужили материалы из книги «Катюш. Рубежи огневые». Обильными снегопадами встретило помирание воинов 2-й гвардейской танковой армии и 86-го гвардейского минометного полка. Двухдневные бураны замели дороги и принарядили леса в пышные убранства. А главное, помогли гвардейцам углубиться во вражеские тылы на 70 километров. Это был смелый и дерзкий рейд. Внезапные залпы «Катюш» застигали врасплох гитлеровцев, и они либо сдавались, либо в панике бежали на запад. И вот однажды танковые роты и наши разведчики ворвались в небольшой городок поздней ночью. Ресторан еще работал, а нацистские вояки беспечно развлекались под звуки джаза. Им тогда и в голову не могло прийти, что русские уже в таком глубоком тылу. Ну а неподалеку от города Крейц танкисты генерала Баранова захватили вражеский аэродром. Танкисты и минометчики тогда быстро обосновались на командном пункте, а взятый в плен начальных станций на ведение сообщил, что три эскадрильи юнкерсов через полчаса должны вернуться с ночного задания. И тогда, с трудом подбирая немецкие слова, майор-танкист сказал пленному. Если хотите жить, руководите полетами так, как будто бы ничего не случилось. Но немец беспрекословно в дальнейшем выполнил его распоряжение. Когда первый юнкерс почти коснулся колесами бетонной полосы, то, по-видимому, пилот заметил что-то неладное и попытался взлететь. Но его настигли автоматные очереди и снаряд выпущенный из 34-ки. Новые хозяева аэродрома уничтожили тогда около 20 самолетов и 9 юнкерсов захватили целехонькими. В то утро 86-й гвардейский минометный полк занял огневые позиции северо-восточный города Дризен. Машина разведки 3-го дивизиона стояла у каменной ограды кирпичного особняка. Несколько дней назад бойцы предусмотрительно установили в кузов газика крупнокалиберный пулемет ДШК. А теперь, измотанные двухнедельными боями, разведчики отдыхали в самом доме. А около машины дежурил только один человек, гвардий рядовой Федор Рязанцев. Этого немногословного крепыша, который однажды завязал английским узлом железную кочергу толщиной в палец, ничто не могло вывести из душевного равновесия. Он был невозмутим как в рукопашной схватке, так и в кругу друзей-разведчиков, которые не раз пытались донять его всевозможными шутками и подначками. Рязанцев часто поглядывал по сторонам и протирал от снега ствол пулемета. И тут с запада донесся характерный ракочащий гул. И уже совсем скоро над разведчиком промчался истребитель Фукивуль-190. Самолет резко взмыл в небо, набрал высоту и ринулся в пике на пушку леса, где расположилась парковая батарея с двумя бензоцистернами. После чего истребитель застрочил и нанес удар. Но Рязанцев неторопливо развернулся в ДШК и, поймав Окер на выходе из пике, хлестнул по нему двумя короткими чередями. Фашистский же летчик, видимо, заметил, откуда протянулись нити трассирующих пуль и решил наказать дерзкого Ивана. Его истребитель вторично набрал высоту и теперь с оглушительным ревом пронесся прямо над газиком. А снаряд его скорострельной авиапушки высверил в каменной ограде глубокую круглую нишу. И на каких-то полметра промахнулся тогда фашист. «В укрытие Рязанцев!» – крикнул командир дивизиона майор Скоробогатов. Но солдат его не услышал. Для него в ту минуту существовал только наседающий фокер. А там снова горка, разворот и пике. Но теперь стрек от пулемета, прервали выстрелы авиапушки. И тут со спины Рязанцева упал автомат. Пулеметная очередь, видимо, рассекла плечевой ремень и вырвала клок шинели. Но, к счастью, пули только обожгли разведчика. А из кузова полетели сотни мелких щепок. И тут Федор дождался мгновения, когда фокер, выходя из пике, немного накренился. Длинная очередь ДШК впилась в фюзеляж и, очевидно, у бензобака. Тут же словно из форсунки ударил огонь. А затем пламя охватило весь самолет. За фокером потянулся густой шлейф черного дыма. И напрасно летчик пытался сбить пламя и выровнять машину. Горящий истребитель, сбрив крыльями верхушки деревьев, врезался в землю. Восхищенные мужеством и выдержкой разведчика, десятки однополчан с громкими ура помчались к месту падения самолета. И только Рязанцев не шелохнулся и безразлично смотрел туда, откуда поднималась туча черного дыма. Больно шумлив ты, Федя. На крыльце показался заспанный разведчик Семенов, который нередко ухитрялся поспать даже под грохот артиллерийской канонады. Вот обязательно упрошу командира полка, чтобы отнял у тебя этот распроклятый дробовик. А Рязанцев на его слова даже брови не повел. Ну а позже друзья принесли разведчику обгоревшую лопасть винта. И он хранил этот дорогой трофей в газике до самого дня победы. Друзья, не забываем оценивать видео и оставляем свои комментарии. Кроме этого, проходим на канал и смотрим мои другие работы, которые вы не видели, которые, возможно, вам будут интересны. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр, за поддержку канала. Всем удачи и до скорой субботней встречи. Субботник. Субботник. Субботник.